Коллеги и уважаемые партнеры издательского дома «Питер», добрый день. Добро пожаловать в мир проектной группы издательства «Питер», отвечающей за достаточно обширный пласт литературы, куда входят книги исторической тематики, гуманитарной тематики и публицистика. Сегодня позвольте представить вам несколько изданий, появившихся в последний квартал 2022 года, и те, которые ожидаются к выходу в первом квартале 2023. То есть вот-вот. Возможно, что если кто-то будет смотреть это видео в записи, все книги, о которых я скажу в этом видео, уже поступят в продажу. Следующий слайд. Открывает наш обзор достаточно серьезная книжка. Ну, надо заметить, что все представленные в нашем сегодняшнем обзоре книжки будут той или иной мере серьезности. Но обещаю вам, что в конце этого видео я расскажу вам о более легких изданиях, но не менее исторических и интересных. Начнем же мы с труда Ильи Радьковского. «Сталин. Пять лет гражданской войны и государственного строительства». Книга в продаже с ноября 2022 года. 2022 год оказался полон исторических юбилейных событий для нашей страны. В том числе мы прожили историческую отметку. Столетие окончания гражданской войны в России. Это 25 октября 2022 года. К этому знаковому событию издательство «Питер» выпустило книгу «Сталин. Пять лет гражданской войны и государственного строительства». То есть это раздел «История России», «История гражданской войны и революция». Ключевое место в научном исследовании отведено в фигуре Иосифа Виссарионовича Джугашвили Сталина. А именно малоизвестным широкому кругу читателей и начинающих историков фактом его этапу жизни во времена гражданской войны в России, когда Сталин только-только возглавил партийный аппарат. Автор собирает мнения различных историков и акцентирует внимание на том, что Сталин по факту был ключевой фигурой гражданской войны. Достижения Сталина определялись его организаторскими качествами. Характерно в этом отношении высказанное Климента Ворошилова. Цитата. «Нужно быть Сталином и обладать его крупнейшими организаторскими способностями, чтобы, не имея никакой военной подготовки, так хорошо понимать специальные вопросы в тогдашней трудной обстановке». Илья Радьковский подчеркивает нам, что до этого товарищ Сталин никогда не был на военной службе. Тем не менее, на различных фронтах гражданской войны Сталин провел 14 месяцев, и с ним было реально связано много ключевых побед Красной Армии. В частности, его заслуги отмечены при обороне Петрограда, рассказывается в книге. Илья Радьковский опирается на многочисленные документальные источники, архивные материалы и периодику того времени, и, безусловно, на обширную историческую библиографию. Обратите внимание на эту книгу. Историк Радьковский не в первый раз обращается к теме гражданской войны. В 2021 году в издательстве «Питер» у него вышел труд «Белый террор». Эту книгу также можно встретить в каталоге издательства, и она обязательно для вашего внимания, если вы пополняете ваш исторический ассортимент, посвященный истории России, истории гражданской войны и революционного времени. Вторая историческая страничка нашего повествования отдана двум книгам известного западного социолога Майкла Манна. Он родился в Манчестере, но в настоящее время работает на две страны – Великобритании и США. Сейчас ему уже 80 лет. Очень уважаемый ученый. На русский язык книги Манна стали переводиться относительно недавно. Так, к примеру, «Темная сторона демократии» впервые была издана в России только лишь в 2017 году. И она была вообще первой книгой Манна на российском книжном рынке. Полностью она называлась «Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток», что соответствовало дословному переводу с оригинального английского тайтла 2005 года Кембриджского университета. В 2019 году фондом «Историческая память» был издан русский перевод книги «Фашисты». Именно фонд «Историческая память», располагающийся в Москве, под руководством директора фонда Александра Дюкова, и стал инициатором издания сразу двух книг в издательском доме «Питер» «Фашисты» и «Темная сторона демократии». Надо отметить, что новинки моментально зашли аудитории. Можно сказать, что для их актуализации сложился удачный исторический момент, который формирует спрос на подобные научно-историко-социологические исследования. Тиражи этих книг постоянно допечатываются. И сегодня с уверенностью можно сказать, что именно в издательстве «Питер» они приобрели в России статус исторического бестселлера. Так о чем же в этих книгах? «Темная сторона демократии» о том, что не всем странам, не всем культурам, не всем исторически сложившимся обществам подходит, собственно, демократия. То есть разбивается главный постулат демократии об ее универсальности. Возможно ли демократия в странах Арабского Востока? Возможно ли она в экзотических странах типа Непала, Бутана и так далее? Прививается ли демократия племенам, скажем, какого-нибудь Малукского бассейна? Большой вопрос. Какие формы приобретает демократия не в теории, а в практике? Какими методами она достигается? Или, смотря, например, многострадального Афганистана, какой автошок ожидать, когда демократия отступает, отказываясь от своего влияния на ту или иную территорию? Эти и другие мысли возникают после, собственно, прочтения этого труда. Ну, а исследование запрещенного приема, в какой точке соединяются понятия демократии и этнические чистки, оставим непосредственно читателю. Поверьте, колесикам в мозгу будет чем покрутиться. Книга «Фашисты», вторая в этой паре, и вовсе говорит своим названием за себя. В ней Майкл Манн изучает предсечи фашизма. Книга старается ответить на главный опрос. Как вышло так, что самые обычные и добропорядочные люди вдруг оказываются фанатичными сторонниками идей фашизма? Книга, которая всегда будет рождать массу дискуссий и критики вокруг себя. Этим она и бесценна. Этим она и бестселлер. География книги, разумеется, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Румыния, Испания. Серьезный научный труд с подключением серьезных источников. Читать дозировано, заказывать обязательно, потом ее может и не быть. Презентация книги состоялась на Nonfiction в Москве в начале декабря 2022 года. Еще одна серьезная книга от фонда «Историческая память», на этот раз принадлежащая Перу директора фонда Александру Дюкову. Полное название книги «Ликвидация враждебного элемента, советские репрессии и националистический террор в западных республиках СССР». Прошу отметить, что не во всем Советском Союзе, а в западных регионах СССР представили. С 30-х по 53-й год. Тоже представили, что происходило в это время. Надеюсь, пояснения людям, даже маломальским, знающим историю, здесь не нужны. Это must-have для тех, кто всерьез интересуется большой историей конфликтов 20-го века. В книге масса статистики, которую раньше старались не показывать широкой аудитории, а иногда и просто секретили ее. Что-то сознательно преуменьшали, что-то преувеличивали. Ведь дело касается репрессии, террора и прочих не очень приятных моментов. Книга разделена на две части – советская репрессивная политика и националистический террор. Уверен, книга найдет своего читателя. Выход книги январь-февраль 23-го года. «Книга Великой Исы» или «Скрижали Чингисхана», автор Александр Милехин. На самом деле, разговоры о Великой Исе – это то, на самом деле, о чем говорят мужчины. Потому что Иса – это свод законов, косвенно применяемых и в наши дни. В них заложены многие понятия, в том числе справедливость и порядок. А об этом мужчины будут говорить в своем кругу друзей всегда. Автор – ведущий монголовец с мировым именем, написавший более десятков научных трудов, бестселлеров о Чингисхане и о Монгольской империи. Окончил филфак МГУ – не московский, но монгольский государственный университет. Прожил в Монголии более 30 лет. Сейчас эта книга уже стала раритетной. Она очень сложна, но интуитивно понятная верстка с массой цитат и научных отсылок, честно говоря, спасают. Работа проведена колоссальная. Когда говорят, книга – лучший подарок, не уточняют, какая. Вот для мужчин это, в первую очередь, так ненавязчиво и стильно. Научно-популярное издание для тех, кто интересуется правом, историей, историей религии и эпохой Чингисхана. Книга уже в продаже с ноября 1922 года. Следующая книга, которая вышла в издательстве «Питер», это бестселлер всех времен и народов, педагогическая поэма Антона Макаренко. В продаже с декабря 1922 года. Практически свежая новинка. Здесь ее поместили в научпоп, но это не является по-настоящему полноценным… Это не является научпопом, это является полноценным научным изданием, которое, к тому же, интересно читать. Интересное сочетание, не правда ли? Редко встречается. Это классика. И даже когда идут футбольные матчи, я, кстати, замечал, что комментаторы РПЛ цитируют Макаренко. Пересмотрите трансляции. Но, с другой стороны, оно и неудивительно, ведь какие-то наработки Макаренко по построению коллектива в чем-то повторялись у мэтра нашего футбольного цеха Лобановского. Спортивные тренеры часто обращаются к методикам Макаренко. Но не только в спорте. Руководители крупнейших фирм с мировым именем строят свои корпоративные правила в духе Макаренко. Концепции и практические наработки Макаренко живут и по сей день. Издательство «Питер» представляет вам самую полную версию педагогической поэмы. Поэтому, в принципе, все остальные версии теряют свою актуальность. В чем заключается эта полнота? Принимал участие в создании книги главный макаренковед, последний оставшийся из магикан Светлана Сергеевна Невская, которая полностью восстановила текст оригинала частью, который был удаленный в разные времена советской цензурой. Она же написала обширный комментарий и уникальное предисловие. И несколько крылатых цитат из педагогической поэмы. «Отказаться от риска – значит отказаться от творчества. И если перед коллективом нет цели, то нельзя найти способы его организации». Следующая книга. Следующая книга. Даже, видите, несколько книг. Относится к художественной литературе. Наша группа проектная занимается и художественной литературой от известного автора Дмитрия Александровича Кононыхина. Автор – обладатель Федеральной Горьковской литературной премии при осужденной ему 2006 году. В номинации за «Связь поколений. Развитие традиций русского эпического романа» за роман «Деды и прадеды». В продаже с августа 2022 года поступили три новые книги, трилоги Дмитрия Александровича Кононыхина, которые, соответственно, называются «Индейцы и школьники. Студенты и совсем взрослые люди» и «Тонкая зеленая линия». Все в ультрамодном карманном формате «Питерпокет». Удобно читать во время любой поездки везде. Каждый последующий роман можно рассматривать как продолжение предыдущего, а можно каждый читать с нуля, как самостоятельное произведение. Ничего страшного. Романы можно даже читать в обратном порядке, как смотреть «Звездные войны». Все равно будет захватывающе. И будет стопроцентное погружение в советскую эпоху. О чем же эти романы? «Индейцы и школьники» о послевоенных забавах, о поведении детей и их отношении к родным и сверстникам. Яркие сны, первая любовь, школьные баталии, сбитые коленки и буйные игры, битва улицу на улицу, блатные повадки, смертельная вражда – это все, все атрибуты непростого времени начала 50-х годов. Студенты и совсем взрослые люди. Действия происходят на десятилетия позже. О ленинградском студенчестве. Присутствует характерная многослойность сюжета для Дмитрия Кононыхина. Здесь, ну как о ленинградском студенчестве, со всеми атрибутами, с твистом и общагами, все как у всех. Действия начинаются в Украине с сюжета поступления главной героини в Киевский университет. Ну и «Тонкая зеленая линия» – это роман об офицерах и их возлюбленных на войне без войны, во время пограничного конфликта на острове Даманском. Дмитрий Кононыхин определяет этот роман как настоящая история нашей границы. Напомню, Даманский конфликт Китая-СССР произошел в марте 1969 года. Следующая книга, которая представляет вашего внимания, книга Константина Ильина из андеграунда в мейнстрим. Пожалуй, лучшая книга о петербургской музыкальной жизни нулевых. Могу сказать, что лично знаком с автором, знаю его очень хорошо. Это профессионал музыкальной журналистики, а музыкальная журналистика – это образец независимой прессы. Но вот нельзя же музыкальную посредственность назвать талантищем. Фальшь почувствуют все. Рекламодатели не придут на следующий номер. В этом и есть объяснение, что музыкальная журналистика была, есть и будет самой независимой и беспристрастной прессой. Так и в этой книге автор, главный редактор журнала «Аудиоформат» беспристрастно рассказывает о музыке нулевых, о ее героях и антигероях. Надо признаться, героев больше. Кто эти герои? Давайте по порядку. Книга посвящена радиодиджею, шоумену, музыканту и продюсеру Геннадию Бачинскому. Вместе со Сергеем Стилавиным они вели беспрецедентное для российского радиофира утреннее шоу «Два в одном». Сначала на «Радиомодерн», потом на «Максимум», потом они перешли работать на «Радио России». Бачинский делал незабываемые радиофиры, которые стали эталонными для нынешнего поколения и мифологическими, ибо неповторимыми даже при большом хотении в сегодняшних рамках радиоэфира. Бачинский был участником-продюсером многих музыкальных проектов, одним из которых была культовая пангруппа «Химера» с вокалистом Эдуардом Рэдом Старковым. В книге отдельная глава посвящена группе «Химера» и, наконец-то, приведена ее полная официальная дискография. «Армия фанатов Химеры обширна и охватывает не одно поколение людей, интересующихся андеграундной культурой». Это для заказчиков. Какие еще питерские звезды нулевых представлены здесь? Практически все. «Энимал джаз», «Последние танки в Париже», «Бригадный подряд», «Аматори», безусловно, большой артист Стас Борецкий, проект «Олимпийский», группа «Сокли», «Минор» со славой Шалыгином, «Сканк», «Психея» — много-много имен, среди которых, скорее всего, есть и ваши друзья, а, быть может, и вы, если вы тусили в эпоху нулевых. У книги гигантская аудитория. Это фан-сектор каждого музыканта, представленного в книге. Здесь заботливо восстановлена атмосфера нулевых, а это гарантия, что книга не устареет, ибо она является культурным слепком времени городской жизни, а значит, будет стоять на книжных полках как у местных, так и у туристов, у молодежи особенно, которые захотят почувствовать то, недосягаемое для них питерское время. «Mest have 7» — теги «Музыка», «Культура», «Санкт-Петербург», «Андеграунд», «Нулевые» зайдет на любую полку. И абсолютно для всех возрастов, кто застал эпоху нулевых и жил при этом в Петербурге. Остальные пусть читают и завидуют. В продаже с 30 января 2023 года уже вот-вот предзаказ на сайте издательства «Питер». Надо заказывать. Таких книг в последнее время выпускают мало. Следующая книга, которую я вам представлял, и, наконец-то, сразу же открылась. «Питер» — это, как ни странно, публицистика, и нисколько ни фэнтези, ни роман, ни художественная литература. Об этом я скажу позже, потому что насколько документально она написана. Это «Донни Браско. Моя тайная жизнь в мафии. Правдивая история агента ФБР Джозефа Пистоне. Авторы Ричард Вудли и Джозефа Пистоне. Предисловие известного Дмитрия Гоблина Пучкова. Джозеф Пистоне — специальный агент ФБР сицилийского происхождения. Шесть лет работавший под прикрытием и сумевший под псевдонимом Джонни Браско внедриться в ряды всех пяти семей итальянской мафии, промышлявших Нью-Йорке. И они были на самом деле, ну, как бы были. И влияние их до сих пор на Нью-Йорк велико. И тут они перечислены. Гамбина, Лукезе, Дженавезе, Коломбо и Банана. Ну, зная эти пять фамилий, уже будешь в Нью-Йорке свои, на самом деле. И он перешел дорогу всем этим кланам. Мафия назначила за голову Донни Браско награду в полмиллиона долларов. Честно говоря, по-моему, на данный момент уже больше. Почему мы поставили ее в публицистику? Действительно, потому что это не художественное произведение, не детектив. Прочитав эту книгу, вы будете знать все злачные места Нью-Йорка, все кафе, как звали барбанов, которые работали за стойкой там 30 лет назад. И, в общем-то, вы зайдете спокойно за своего. Мафия бессмертная. Ждите в феврале-марте этого года во всех магазинах и интернет-площадках. Последнюю книгу, которую хочу вам представить сегодня. Все-таки этот файл не до конца. Не важно. Это «Светлая эпоха Средневековья». Она у нас называется. «Позитивный взгляд на историю Европы V-XIV веков». Не обращайте внимания на обложку, которая слева от вас. Она лишь повторяет обложку оригинала «The Bright Ages», которая справа от вас. Книга будет называться «Светлая эпоха Средневековья». Авторы Мэтью Гэбриэл и Дэвид Эмпери. На самом деле, книга-песня. Это историческая песня. Она написана и переведена. Настолько классно и образно, что оторваться от нее невозможно. А воображение рисует прекрасные средневековые пейзажи, зеленые луга, изумрудные пастбища, пледяющие морские берега и аккуратные небольшие поселения. И очень-очень интересную эпоху. Слово «средневековый» вызывает воображение образы темных веков. Веков невежества, суеверий, застоя, дикости и плохой гигиены. Но миф о тьме скрывает правду. Это был замечательный период в истории человечества. Книга показывает европейское средневековье таким, каким оно было, запечатлевая эту тысячелетнюю эпоху во всей ее сложности и фундаментальности человечности, выявляя как ее красоту, так и ее ужасы. Средневековье глазами авторов простирается с V по XIV век н.э. История начинается с 430 года в великолепном, утопающем в зелени городе Равенна, а заканчивается во времена творений Данте, сознательно оставляя за скобками XV век, когда повсеместно начала свирепствовать чума. Англоязычная версия книги до сих пор находится на 17-м месте по популярности в Амазоне среди всех книг, посвященных Средневековью. А это очень-очень достойно. Ждите. Февраль-март 2023 года. А главное, заказывайте и покупайте, и читайте книги издательства Питер. До новых встреч. Спасибо за внимание.